Убийцы Омара Ли Назарова остались безнаказанными. Очередные фабрикации в отношении выходцев из Таджикистана. Таджикистан остается одной из самых авторитарных стран в мире. Городской суд Санкт-Петербурга признал законным отказ в возбуждении уголовного дела об отобрании у гражданки Таджикистана Зарины Юнусовой и ее пятимесячного сына Умара Ли Назарова, скончавшегося в специализированном медцентре. Городской суд Петербурга отклонил апелляционную жалобу на отказ следственного отдела по Адмиралтейскому району Главного следственного управления Следственного комитета России возбудить уголовное дело в отношении сотрудников УФМС и полиции, причастных к изъятию в октябре 2015 года у Зарины Юнусовой сына, который менее чем через сутки скончался в больнице от вирусного заболевания. Причиной смерти эксперты назвали смешанную вирусную инфекцию, цитомегаловируса и парагриппа. Проводить независимую экспертизу причин гибели мальчика власти Таджикистана не стали. Следственный комитет в октябре 2016 года прекратил дело по факту смерти ребенка, не обнаружив события преступления. В уголовном преследовании изъявших ребенка сотрудников полиции и ФМС было отказано. Адвокаты Юрий Серов и Ольга Цетлина настаивают, что силовики не имели права разлучать младенца с матерью. Граждане Таджикистана в очередной раз стали жертвами фабрикации со стороны российских спецслужб. Так, 14 августа в Москве арестованы граждане Таджикистана по обвинению в подготовке серии взрывов в столице России. Как сообщили в российские СМИ, Сиевуши Даврон Зада, Сулаймон Бурхонов и Давлатер Хаджиев заключены под стражу до 11 октября. Все трое являются гражданами Таджикистана, уточняет Интерфакс, со ссылкой на оглашенные в суде материалы уголовного дела. Берем пробу вещества, маленький кусочек. По заявлению ФСБ России, граждане Таджикистана якобы планировали устроить в Москве серию терактов с использованием мощных бомб. Напомним, что российские спецслужбы в последнее время избрали выходцев из Центральной Азии козлами отпущения. Уголовные дела по обвинению мигрантов в терроризме фабрикуются одно за другим. Причем сфабрикованность данных обвинений очевидна всем. Однако власти Центральной Азии молчат по поводу всех этих преступлений и не заступаются за своих граждан. Как отмечают наблюдатели, российские спецслужбы организуют липовые предотвращения терактов для поддержания в стране атмосферы страха, тем самым укрепляя положение режима и противостоя оппозиционным настроениям в обществе. Комиссия США по международным религиозным свободам USCIRF в очередной раз оставил Таджикистан в черном списке стран-нарушителей прав человека. Правительство Таджикистана в 2016 году продолжало принимать меры для того, чтобы люди не присоединялись или участвовали в том, что они считают экстремистскими организациями, арестовав или задержав более 100 человек. Говорится в опубликованном 15 августа в Международном докладе о свободе вероисповедания за 2016 год. International Religious Freedom Reports for 2016. Отмечается, что принятые в мае прошлого года поправки в Конституции запрещают деятельность политических партий, основанных на религии. Законодательство страны ограничивает чтение исламской молитвы конкретными местами, регулирует регистрацию местонахождения мечети и запрещает лицам моложе 18 лет участвовать в общественной религиозной деятельности. Местные и международные неправительственные организации НПО заявили, что зарегистрированные и незарегистрированные религиозные организации продолжали подвергаться рейдам, наблюдению и принудительному закрытию. Правительство продолжало устанавливать камеры наблюдения и металлоискатели в мечетях для мониторинга потенциальной религиозно-экстремистской деятельности. Правозащитники утверждали, что власти стремились установить полный контроль над мусульманской деятельностью в стране. Правительство сообщило, что за последние несколько лет властями были закрыты более тысячи так называемых незаконных молитвенных мест и мечетей в разных частях страны. Часть из них были переделаны под культурные и развлекательные центры, отмечают авторы доклада. В докладе также говорится, что правительство выдало предупреждение более стаимым хатыбам за предоставление незаконно-религиозного образования для молодежи. Было много сообщений о том, что власти преследовали женщин, носящие хиджабы, и мужчин с бородой. Власти продолжили практику периодических рейдов и закрытия магазинов, продающих нетрадиционную таджикскую одежду, подчеркивается в докладе. Продолжение следует...